Новогоднее настроение начинается с мелочей. Мерцающие огоньки заряжают нас магией новогоднего чуда. И так здорово, когда это окружает нас на улицах города. Предприниматели, которые оформляют витрины своих магазинов ярко, необычно, креативно отмечают наградами. А лучше в 2020 году в Мурманске признали вот эту композицию. Все капиталовложения в год Белого быка вернутся старицей, заявляют астрологи. Новогодние украшения тоже инвестиции в настроение мурманчан, считают главы города. И значимы эти вложения уже сейчас. Награды за лучшее оформление витрины и входа мурманские владельцы магазинов, кафе и мастерских получили уже в девятый раз. И хотя для малого бизнеса этот год был особенно сложным, конкурс «Новогодняя фантазия» состоялся. Победители получили ценные подарки и дипломы. Все было, честно говоря, экспромтом. Придумано было буквально за три дня, потому что самотоха и беготня своя предпраздничная. И, ну, как получилось, был очень удивлен, что занял первое место. Я, к сожалению, не был участником комиссии, но я очень доверяю тем профессионалам, которые этим занимались. Но с моей точки зрения, вот еще раз подчеркиваю, не профессионалы, а в первую очередь вкус. Вкус. И насколько это гармонично. Насколько это сочетается с настроением нашего города. А вот эта витрина признана одной из лучших в Мурманске. В самом деле мерцающие огоньками елки в окружении цветущих спецфилумов радуют глаз и создают самое настоящее праздничное настроение. Это лишь на первый взгляд. Просто украсить витрину на самом деле важно сделать так, чтобы композиция была не вычурной, но в то же время подчеркивала торжество. А добиться этого тем, кто не работает художником или дизайнером, довольно сложно. Старались все, старались всем коллективом, во-первых, поднять себе настроение, людям настроение, потому что все равно те люди, которые гуляют и смотрят на все эти гирлянды, все-таки поднимается настроение. За предпринимателей, которые у нас обычно участвуют в таких конкурсах, я очень волновался. Но они пришли, 18 участников у нас было. Предприниматели также внесли свой вклад, украшая наш город, чтобы вот эта атмосфера праздника сохранялась, приумножалась, несмотря ни на какую пандемию. Вот эта композиция хоть и не заняла призового места, но была отмечена голосами конкурсной комиссии. А это значит, что до победы-то остался буквально один шаг. А еще организаторы конкурса «Новогодняя фантазия» очень надеются, что в будущем году, к 105-летию Мурманска, предприниматели сделают витрины своих магазинов яркими, нарядными и совершенно особенными. И Нина Морозовой, Татьяна Лежняк, ТВ21+.